Также была сделана мной проходка на Кубке Москвы в рывке. Рывок я делал максимально и стараюсь сделать всегда на максимум, пока держат кисти. Потому что, как уже многие могли заметить, в рывке всегда лимитируют именно мышцы предплечий. Если пальцы разжимаются, не держат дужку гири, то она вылетит, и мы с этим ничего не сможем поделать. То есть, даже если у нас будет классная дыхалка, небольшой темп, все равно, если кисть не будет держать, мы не сможем делать рывок в большом количестве. Данный рывок, вот это выступление на соревнованиях, мне очень понравилось. Потому что я, во-первых, делал... Эти соревнования были в воскресенье, а 4 дня назад, во вторник, я делал тоже рывок 8 минут. И я сделал 82 раза на правую руку. Ну, это, конечно, не предел был по кистям, но я устал, спина очень сильно забилась. Здесь же, помимо того, что я сделал толчок, да, не 10 минут, но все равно с ускорением устал, и вышел на рывок, и все равно мои кисти рвали так же, им ничего не мешало. Я сделал правой рукой 100 раз за 5 с небольшим минут, перехватил и начал делать левый. Вот здесь, конечно, когда я правой рукой, это можно будет потом посмотреть на этом видео, когда я начну уже тянуть на крюка, когда кисть забьется, это примерно с 80-го повтора, ближе к 5-ти минутам. Это очень много отнимает сил у спортсмена, когда он начинает тянуть в ноги, тянуть на крюка, гирю, то есть техника искажается, мы подключаем дополнительно все группы мышц для того, чтобы удержать гирю, чтобы она не вылетела из руки. Соответственно, когда мы подключаем все-все-все группы мышц, бицепс, ноги, икры, плечи, верх спины, грудь даже, то эти мышцы начинают поглощать кислород, ты начинаешь задыхаться, очень быстро забивается дыхалка. И когда я перехватываю на левую руку, еще начинает подключаться уже левая сторона мышц, если только сейчас правая в приоритете поглощала, то начинает еще левая подсасывать, и на сердце бешеная нагрузка, то есть ты начинаешь задыхаться. Конечно, это все тренируется беговыми тренировками, таким же рывком на длинные подходы в быстром темпе, вот, это вот такая ошибочка, да, небольшая, которую можно наработать, как раз к первенству мира, еще есть время поднять свою дыхалку. Из-за этого, если сердце не успевает кровь прокачивать, начинают отключаться мышцы, а в основном самое страшное для нас, это когда выключается кисть, да, начинает забиваться, мы начинаем тянуть, и вот, можно посмотреть будет в конце видео, на левой руке у меня как раз очень сильно забилась кисть, из-за того, что я уже и морально был подавлен, то есть очень устал, и дыхалка у меня уже все было на пределе, и я просто думал, лишь бы дотянуть, еще ладно, еще пять раз и поставлю, еще пять раз и поставлю, то есть дыхалки не хватает реально. А так можно и 200 рвать, в принципе, левой рукой, я думаю, можно уже довести, чтобы она рвала тоже под 100, а так она у меня вот на этих соревнованиях порвала 77, левая рука. Но, опять же, я это все связываю с тем, что кислорода не хватает, и мышцы начинают быстрее еще забиваться, не из-за того, что там супер неправильная техника на левой руке, а на правой идеальная, нет, такого нет, просто нужно, я думаю, опять же, вес подбросить, чтобы было легче, и поработать над функционалкой. Ну, конечно, технику нужно постоянно усовершенствовать, да, следить за ней, развивать, и тогда все будет отлично. Вот такие выводы можно сделать по данной проходке, нужно поработать над функционалкой, и, конечно, постоянно укреплять кисти, укреплять, укреплять, особенно на левой руке. И даже нужно дойти до того, что, если я сильно устал, смочь доделать, да, чтобы кисть смогла доделать, хотя бы довести рывок левой рукой до 90 раз. То есть это уже можно будет делать 190, это вполне хорошие цифры, а там и 200 не за горами. Все, всем спасибо, кто смотрит и слушает это видео, всем хороших тренировок, удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok